привет мои подписчики привет друзья привет зрители в общем сегодня у нас 11 ноября 2017 года очень важный день выборы в республике хакасия выборы губернатора и сегодня я ходил по участкам опять же сходил проголосовал обязательно встретил там на территории представителей незаконной организации этих добровольческих сил избиркома и булакина и развожаева в лице молодых людей которые ничего не соображает ничего не знает как я им говорю вас бросили под танки называют они себя народный глава есть у нас решение есть постановление есть уведомление воды что данные лица ближе чем на 50 метров не имеет права подходить к избирательным участкам большинство из них сегодня находится наверное обратили внимание за заборчиком за территории школ других учебных заведений где про где нахуй убирательной комиссии ставьте вон там свою коробочку да нет статья 29 конституции дает мне это право девушка 50 метров от 50 метров уберите пожалуйста свою незаконную коробочку вас не просто так убрали из помещений потому что вы нарушаете законодательство не нарушаете избирательное право не нарушаете конституцию российской федерации уберите свою позорную коробочку за территорию школы у вас есть четкие предписания девушка вы сегодня будете звездой конечно лучше не позволить меня снимать без моего разрешения я вы нарушаете закон вы нарушаете закон вот лицей на территории на тире 50 метров от от фундамента вообще 50 метров от забора правильно я говорю правильно от территории школ от территории школы 50 метров девушка может свою коробочку оставить наружу и пойти погреться я не возражаю чтобы я не буду трогать я вам обещаю я даже проконтролирую чтобы никто не задел да 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 я сейчас все это сниму девушка вы убери вы нарушаете законодательство вас привлекут к административной ответственности никто не тронет не переживайте я лично проконтролирую идите погреться я не возражаю но вы не имеете право сюда заходить но у нас в 12 школе города абакана там избирательный председатель работают по указке сверху на мои обращения чтобы они предложили выйти представителям народного главы которые находились там незаконно угрожали мне что я пытаюсь якобы сорвать выборы абсолютно нет я знаю законодательство я просто просил вывести молодых людей которые агитируют за срыв выборов которые призывают сорвать выбор выборы бойкотировать выборы и проголосовать против там же находились представители власти сотрудники полиции которые абсолютно никак не реагировали самое интересное вот будет три видео два видео где нас полицейскими да они никто ни разу не представились то есть я подходил обращался просил отреагировать на мой призыв соблюдать закон чтобы не срывали нам с вами выборы но они даже не представлялись молчали ничего вразумительно не даже сказать не могли то есть они ссылались на председателя там избирательной комиссии школы в конечном итоге я настоял вызвали старшего офицера приехал целый полковник к сожалению он также не представился на видео он будет твоего увидите человек который ну реально уже что-то знает видать по законам или может понимает чем это все грозит в конечном итоге он дал команду своим сотрудникам чтобы они сына контролировали находящихся людей на избирательном участке чтобы закон законность не нарушалась и также лично попросил данных девушек которые были у нас 12 школе чтобы они вышли за пределы за 50 метров это все на видео я все это выставлю вы это все увидите есть предписание в мвд к снимаю да нет форме у меня не право снимать статья 25 консервации больше все без шума без книга то есть подождите нарушать не не нет они вот здесь стоят вот здесь и там 2 девушка мы с вами пройдем она там прям стоит а здесь она стоит и любит помещение 50 метров от помещения не должны стоять 50 метров от помещения это у нас прописано и вторую тоже надо сразу знать потому что горел если у 50 ну мы уже просим долго уже пора гнать уже пора гнать потому что мы горят только вам лет вообще уже совершеннолетние они все понимают и дайте указание своим сотрудникам вот все таки есть у нас с вами которые исполняют законодательство дай бог чтобы наши офицеры все такие были ну и надеюсь сотрудники которые здесь находятся в дальнейшем будут реагировать правильно спасибо большое спасибо большое спасибо большое спасибо большое спасибо большое Такой момент еще Ну, с учетом того, что Пока я вот эти вопросы решал С представителями власти Просил, да Соблюдать закон Выдворять данных неугодных граждан Которые нарушают законодательство Я обратил внимание, что явка Очень высокая Насколько знаю, там, к трем часам Уже по процентному соотношению Превысила явка Даже вот эти все опросы Дальнейшие, да, которые были Они вообще задачу поставили Себе оторвать выборы Причем это все идет с указания От Развожаева Который уже практически губернатор Он сидит в кресле и он уже в голове думает Что он губернатор Это все с полностью Согласование Избирательной комиссии Республики Хакасия Ну и соответственно всех муниципалитетов Которые непосредственно подвластны Ну теперь уже Исполняющим обязанности губернатора Все это делается умышленно Всячески они пытаются Подвести к тому, чтобы сорвать выборы Неважно каким образом Сейчас время 17.40 И начинается самое интересное Я думаю, чуть позже Начнет появляться информация О том, что в ту или иную школу Вызвали пожарных Для того, чтобы опять Какие-то вбросы сделать Я в этом уверен Затем будут различные провокации И они будут всячески Подводить к тому, чтобы отменить вообще выборы И назначить новые Если они доведут до этого Это будет полное бессилие власти И можно будет сказать Что дно позора Дно стыда Уже пробито у нас К сожалению Она уже пробита Но они с такой скоростью Туда вниз стремятся Люди опять же Ну не бараны Не дураки Я честно скажу Много сегодня с кем разговаривал Ни на что никого не агитировал Я исключительно спрашивал Вообще отношения Как вы видите Картину Что вы видите Что вы думаете По этому поводу И большинство из них Говорят Что творится полный идиотизм Люди уже устали От всей этой вранья Люди уже хотят просто изменений Вы поверьте Сейчас голосуют Не против развожаева И голосуют даже не законовалого А голосуют люди Именно за смену власти Потому что эта власть Она ничего не решает Многие там говорят оптимистично Вот вам же зарплаты дали Да, мне дали зарплату в школе 4046 рублей Не знаю правда На что их потратить Ну В общем Ну не знаю На что потратить Честно скажу Вот можете в комментариях Написать На что Можно потратить эти деньги У нас депутат Самарской области Бондаренко Николай Николаевич Пробует прожить На 3,5 тысячи в месяц Так он уже на 5 килограмм Похудел И ему еще жить и жить А где-то денег уже нет Ну в общем Как-то так И еще сегодня Такая новость Интересная для меня Я честно сказать Не ожидал У нас есть в городе Абакане Мэр Булакин Николай Генрихович В принципе Он довольно таки Уважаемый человек в городе Он очень много сделал В свое время Конечно Когда он баллотировался Будучи молодым Тоже там ему палки в колеса ставили Все говорили Что он молодой И так далее И так далее Загубит город Но он справился Молодец Вопросов нет Единственный нюанс Что совсем Буквально недавно Я помню Можете набрать в интернете Были такие моменты Когда Булакин Еще был нормальным человеком И был Ответственным гражданином Когда пришел Зимин к власти Он с ним постоянно судился А потом его переубедили В партию вели И его начал постепенно Будем по-русски говорить Загнивать Самое интересное Что случилось Буквально сегодня Сегодня я узнал Еще такое отступление Николай Генрихович Меня лично знает Я его лично знаю давно Буквально мы с ним На 1 сентября Вместе разговаривали У меня селфи есть Даже кто-то там К примеру выставлял И сегодня я узнал Что Николай Генрихович За мои политические взгляды Внес меня В черный список Я не буду многословным Вот открыл свой контакт И пожалуйста Я надеюсь видно всем Да? Вот Николай Генрихович И что у нас там гласит? Николай ограничил доступ К своей странице В общем Я напоминаю Что я все-таки являюсь Президентом Абаканской федерации Киокусинка и карате И так получается Что в моем лице Я представляю Карате Киокусинка В республике Хакасия В Абакане Ну и в Хакасии В том числе и в Абакане У меня больше 100 учеников своих Соответственно Это около 200 родителей Большая команда хорошая Честно скажу Когда я проводил турнир В марте Кубок Абакана Кубок новичка Так называемый Я писал вконтакте Приглашал Николая Генриховича Прийти на первый турнир Потому что федерация моя Была молодая С 1 февраля Получил свидетельство Он Проигнорировал Абсолютно никак не ответил Соответственно Он не пришел на этот праздник Где было кстати Больше 100 участников Детишек Со всей Хакасии Ну вот никак Он себя так спозиционировал Никак Понятно что Хотелось бы конечно Видеть нашего мэра Активным Более активным Ну на тот момент Кстати я еще Имел другие политические взгляды При личных встречах Мы даже общались Но на сегодняшний день Говорю вот Буквально Его последние Вот эти фразы Где он При всех Мэр города Абакана Предлагал Сорвать выборы Проголосовать против Он не предлагал Другого глянга Он предлагал именно срыв Сорвать вот эти выборы Которые есть Честные выборы Где было 4 кандидата Я напомню было 4 кандидата Он призывал их сорвать Сегодня он опять там Высказывается о том Что вот он сходил Проголосовал Это очень важно Нам нужен достойный человек И не этот И там народный глава Они там на улице Заметьте уже То есть их уже Выдворяли везде Со всех избирательных участков Но что тут можно сказать Человеку недавно Совсем Государственную награду вручили Мы конечно за него Очень порадовались И вот сейчас он начал Ее отрабатывать По полной Мы сами видим Какой он стал Я вам честно скажу У него Николая Генриховича Очень много человек Стало от него Отписываться вконтакте Если у него там раньше Подписчиков было Тьма тьмущая Десять тысяч И друзей То на сегодняшний день Я смотрю У него периодически Количество подписчиков Падает Падает И подписчиков И друзей Люди начинают От него Отворачиваться Потому что он пошел Против народа Он забыл все свои принципы Мы его и уважали В свое время За то что он боролся В свое время Как раз С олигархами Он боролся Против Зимина В свое время И все это куда-то К сожалению Делось Очень жаль Николай Генрихович Я надеюсь Это была вам Команда дана сверху Вы буквально Завтра Послезавтра Подумаете Я надеюсь Вы увидите Мое это Обращение В том числе Лично к вам Передумаете И вместо того Чтобы заниматься Грязной политикой Займетесь городом Начнете больше Развивать спорт И начнете Также Приукрашать Наш любимый город Желаю вам здоровья Николай Генрихович Успехов И отрезвления ума А своим подписчикам Я желаю Удачи Счастья Здоровья Чтобы Наконец-то Сменилась наша власть Мы с вами А может быть Даже если мы не выиграем Но это все равно Будет звоночек наверх Что вы делаете Все неправильно Народ против вас Уже Это потому что Вы против нас Вот и все Все Всем пока-пока Удачи